Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Отто Шармер. И не самая простая книга «Основы теории У. Главные принципы и применение на практике». Впервые в «Истории читай быстро» мы делаем обзор на обзор. Отто Шармер, будучи преподавателем Массачусетского технологического института MIT и одним из основателей института «Чувствующего присутствие», кажется так он называется, подошел к делу обстоятельно и с академическим размахом. Книга «Теория У. Лидерство из будущего» получилась такой, что почти сразу после нее возникла необходимость издать основы теории У, как более упрощенный и понятный каждому варианта. Мы в «Читай быстро» решили начать именно с нее. А еще с бокала «Сан Греви Арена» «Бланко Секо». Испанское, белое, сухое. Если вы подписаны на канал и слушаете подкасты не в первый раз, то наверняка знаете, что не бывает у нас хорошей книги без хорошего вина. А если вдруг еще не подписаны, то самое время подписаться, нажать на колокольчик, поставить палец вверх и написать комментарий, читали ли вы эту книгу, одобряете ли вы идеи, которые в ней изложены, и одобряете ли вы испанское вино. Почему теория У? Возможно, автор вкладывал в это сразу несколько понятий, но мне наиболее очевидным показалось описание процесса перехода из одного качественного состояния в другое. У – английская буква, и вот если вы представите условную левую вершину буквы У, вы находитесь на ней и намереваетесь попасть на правую верхнюю точку буквы У. Сделать это можно только опустившись в самый низ и в процессе наблюдения себя или какой-либо структуры найти то самое слепое пятно в самом низу, которое позволит совершить вам рывок вверх на правую сторону. Про слепое пятно мы сегодня будем говорить очень много, но на обложке, кстати, изображена именно вот эта вторая часть вашего пути после прохождения слепого пятна, которое тоже тут присутствует на обложке в виде точечки. Что это за пятна такие, как с ними взаимодействовать, поговорим сегодня в течение 600 секунд, вернее, как обычно попытаемся. Вся книга в одном предложении. Внутреннее состояние индивидуального лидера или коллектива, который вовлечен в процесс трансформации, это один из основных факторов, определяющих успех или неуспех этой самой трансформации. Под трансформацией подразумевается любая процедура перехода из одного состояния в другое. В привычном состоянии анализ этих ваших положений вещей, это и есть слепое пятно, в котором нужно разобраться, и которое в текущем своем виде не дает вам осуществить рывок наверх. Как это сделать? 10 основных фактов. Ну, собственно, сопределение. Чтобы преодолеть какую-то пропасть в случае отта между разрушающимся миром и попасть в создающийся новый мир или между плохим положением вещей в компании и попасть в хорошее положение вещей или между плохим продуктом и начать делать хороший продукт, вам нужно устранить три вида разрыва. Экологический, социальный и духовный. Экологический разрыв заключается в разделении человека и природы, социальный в разделении человека и общества, духовный в разделении между реальным «я» и «я», с большой буквы, обладающий максимальным потенциалом. Вот эти вот разрывы, ну их на самом деле там гораздо больше по книге, эти разрывы автор назвал слепым пятном. Он еще говорит о том, что те три рубежа, вот которые мы проговорили, экологический, социальный и духовный, это на самом деле не три разные проблемы, а это три стороны одной и той же проблемы. У каждой проблемы будут вот эти вот самые стороны, и они будут формировать ваше слепое пятно. Мы видим, что делаем, и получаем результаты. Мы понимаем, как делаем, получаем процесс, но обычно ничего не знаем о том, кто делает. Внутреннее вот это вот наше состояние, внутреннее пространство, источник действий, из которого они, собственно, и проистекают, это и есть вот то самое слепое пятно. Значение имеет не только то, что и как делают лидеры, но и их внутреннее состояние, вот их самый внутренний источник, который базируется в том числе на источнике знаний. У вас существует всего два способа получения знаний. Первый — это обучение на основании какого-то предыдущего опыта, а второй — путем интуитивного осознания, предвидения будущего и воплощения его потенциалов. Чаще всего в компаниях менеджеры сталкиваются с задачами, которые возникают впервые. Ну и сейчас мы поговорим о том, что не только в компаниях, и опыта решения таких задач попросту нет. Поэтому, по мнению Отто, обучение с ориентацией на будущее определяет развитие, а не на прошлое. Он говорит о том, что у прошлого учиться бессмысленно, потому что мы все чаще сталкиваемся даже в быту с проблемами, на которые у истории предыдущей нет ответов. И в этом действительно что-то есть. Вот взять хотя бы эффективное решение проблемы коронавируса, с которым мир столкнулся весной 2020-го, и в котором у нас совсем нет исторических данных, нет никакой информации, Отто утверждает, что вот именно тут на помощь должна прийти эмерджентность. Википедия нам говорит о том, что эмерджентность – это такое понятие в теории систем, когда у системы появляются свойства, не присущие ее элементам в отдельности. И вот эта самая эмерджентность, то есть способность приобретать новые какие-то навыки или новые визуальные качества, в общем, наблюдение за вот этими состояниями – это и есть, по сути, начало взгляда в будущего и является основой обучений, согласно Отто. А вслед за обучением происходит построение социальных отношений, и в этом заключается третий факт из книги. Эта идея носит название «понимание процесса». Вы, если думаете, как руководитель, что можете изменить поведение другого человека, воздействуя на него, ну, с помощью каких-то рычагов, с помощью кнута или там пряника, то на самом деле вы ничего не знаете о социальных отношениях и не осознаете то, как они устроены. Отто приводит аналогию с фермером, который не может заставить растение, любое, расти быстрее. Ну, то есть он не может накричать на него, и из-за этого растение вырастет в два раза быстрее. Но фермер может улучшить качество почвы. Точно так же и топ-менеджер может создавать необходимые условия для формирования коллективного поведения и достижения какого-то желаемого результата, или разобраться в себе, и тем самым сделать почву для роста более благодатной. Но при этом очень важно, что перед тем, как облекать что-то в форму, Отто говорит, что нужно поработать над сознанием. Сначала сознание, потом форма, четвертый факт из книги. Реализовывать потенциал будущего можно, следуя принципу форма идет за сознанием. Форма следует за сознанием. Любой результат, которого достигла конкретная система, является функцией сознания людей, действующих в этой системе. Любой результат ваш внутренний, это ваше сознание. Если в процессе задействовано 5 человек, то результатом будет сознание этих 5 человек. 200 человек, и результат сознания 200 человек. И именно поэтому, с одной стороны, теория У отвечает на вопрос, как синхронизировать понятийный аппарат и отношение к ситуации внутри коллектива, а с другой помогает разобраться во внутренних переживаниях лидера на этапах, когда это действительно важно. И процедура этого познания, она как раз происходит по кривой в виде английской буквы У, где на левой верхней точке находится проблема или текущее состояние. Нисходящая линия к нижней точке, она обозначает процесс наблюдения и устремление за ответами и знаниями в будущем. В максимально нижней точке буквы У формируется слепое пятно, и оно потом после этого превращается в белое пятно. Когда вы получаете знания, начинаете с ними работать в правой половине буквы У, немедленное действие, приводящее вас к результату. Получается вот такая вот нисходящая кривая до слепого пятна, становящегося белым, и потом на основе этих знаний взмывание вверх на основе немедленного действия, приводящего к результату. Вот это и есть новая модель поведения. Прошлая модель поведения и прошлая модель действия, это, в общем-то, наблюдение. Отто предлагает нам отойти от проблемы, углубиться во внутренние знания, углубиться в наши ощущения, вот в какой-то момент озарения, в то, что мы называем, там, не знаю, божьей искрой. Ну, в общем, прототип действий, он предполагает, что вы разбираетесь вот с этим своим слепым пятном, абсолютно точно его понимаете по всем граням, и трансформируете его в пятно светлое, и понимаете, что с ним делать дальше. И на этом этапе осознания у вас будут задействованы три разных уровня. Это проецирование, это воображение и это интуиция. Вот, наверное, необычности силы труда Отто заключаются в том, что это такие нестандартные подходы к менеджменту, как мы привыкли видеть это в классической деловой литературе, а это процесс через познание, там, каких-то материй, внутреннего своего состояния и того, что формирует, в общем, это ваше внутреннее состояние. Вот шестой факт обращения к внутреннему состоянию. И вот Ашармер вводит новое понятие. Он предполагает, что у вас должно быть три составляющих. Открытый разум, который даст возможность свежим взглядом взглянуть на шаблонное рассуждение и стереотипы принятия решений. У вас должно быть открытое сердце, как эмпатия и способность сочувствовать, мысленно ставить себя на место другого человека, сопереживать и, соответственно, находить контакт с любым из людей. И открытая воля. Это как способность оставить что-то привычное, отойти от обычного течения принятия решений, впустить что-то новое. В общем, пойти по нестандартному пути и попробовать сделать что-то так, как никто не делал до вас. В этом всем вам, конечно же, поможет еще способность слушать. Это два быстрых слайда, седьмой и восьмой. Ну, в общем-то, до сих пор считается, что это способность наименее развитая среди всех качеств лидера, ей уделяется меньше всего времени. И именно поэтому руководители часто не могут взаимодействовать между собой, не могут договариваться, потому что на разных этапах между руководитель подчиненный, там один слушает, другой говорит, а когда собираются несколько лидеров, они в основном все говорят, но никто не хочет слушать. И изменив способ как раз аудиального восприятия, человек меняет свое отношение к миру в целом. Ну и вам для того, чтобы прокачать, я как бы выделил этому два слайда, потому что считаю, что это важно, для того, чтобы прокачать навыки слушания, вам нужно понимать, что существует вообще четыре основных типа слушания. Это слушание по привычке, слушание извне, контрслушание и созидание. Наверное, созидательное слушание это вот то самое эмпатическое, которое открывает путь к сопереживанию и формирует пространство для зарождения новых моделей. В общем, в любом случае, слушание нужно качать, как навык, как софт скилл, и важно понимать, что следом за слушанием обязательно возникнет общение, а общение это основа для понимания и для действия. Вот такие вот, кажется, очень аморфные субстанции, какие-то непонятные структуры, которые нельзя пощупать, это не про 10 втулок сделали, 11 втулок продали. Но, тем не менее, когда у вас возникает серьезнейшая проблема трансформации какой-то структуры, трансформации бизнеса, то отто говорит о том, что не существует неважных вещей. И в том числе слушание является очень важным, а еще является важным, какое количество врагов у вас есть. Девятый факт, внутреннее состояние человека, оно имеет своих врагов. Для открытого разума это осуждение, для открытого сердца это цинизм, для открытой воли это страх. Закрытость разума приводит к невежеству, закрытое сердце порождает ненависть, закрытая воля увеличивает количество страхов. С этими врагами нужно бороться, нужно знать, что они существуют и в любой момент могут атаковать и тем самым нарушить ваше целостное вот это вот состояние. И помните о том, что главная цель лидерства это поменять внутреннее сознание, формирующее деятельность. Из привычного поля, в котором вы находитесь, нужно расти в созидательное, и оно характеризуется открытым присутствием, коллективным творческим мышлением, потоком, и именно оно позволяет вам совместно с остальными людьми созидать, чувствовать и формировать какие-то смыслы. Воплощение того, что вы сформировали, это и называется эволюцией. Она будет социальной, только по той причине, что в ней будет принимать участие большое количество людей, а не вы будете эволюционировать отдельно от вашей команды и потом ругаться, что они вас не понимают и ничего не выполняют. Такие вот быстрые 10 фактов. Нужно сказать, что это непривычная форма подачи для менеджмента в том смысле, что больше внимания здесь уделяется каким-то вещам. Многие из практикующих менеджеров, которые или не считают нужным осознавать, или пока к этому не пришли, или думают, что на этом этапе гораздо важнее сосредоточиться на классических каких-то постулатах, связанных с управлением менеджментом. Тем не менее, три задачи из книги, которые я всегда записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, который мы придумали, читай быстро, почитать больше про него можно на сайте буква.info slash блок slash букнот. Ну, в общем, идея проста. Любая мысль из книги, которая имеет право на существование в силу того, что она обогатила вас новыми знаниями, должна быть записана в блокнот. Потом из этих фактов вы формируете задачи практические, которые должны пойти и сделать после прочтения книги, тем самым получив максимальный эффект. Три основные задачи. Стратегические сессии внутри команд важны, особенно это важно, если у вас больше пяти человек, их нужно проводить регулярно для синхронизации понятийных аппаратов, пути, миссии и задач на ближайший квартал. Вторая задача. Больше учиться в микроформате, источники знаний все больше нацелены в будущее, значит микроформаты получаемых знаний здесь и сейчас будут все более востребованы. И третья способность слушать ее развитие. Я уделил этому два слайда на презентации краткого содержания книги, поэтому считаю, что это важно чуть больше или фундаментальной литературы на эту тему почитать, или пройти как раз в рамках второй задачи и обучения в микроформате, обучение по активному слушанию и развитию этого навыка. Такими были 10 быстрых фактов, 3 задачи из интересной книги Отто Шармера «Основы теории. У. Главные принципы применения на практике». Это был проект читайбыстробуквы.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, подписывайтесь на колокольчик, напишите комментарий, как вам обзор, считаете ли вы, что это слишком все заумно, или может можно попробовать. Можете проверить скорость чтения у нас на сайте буква.инфо. Слэшер Пит, получить сертификат, который подтвердит вашу скорость и осознанность чтения. Ну и на блоге больше про блокнот для осознанного чтения, про рабочие тетради, про софт-скиллы, про обзоры книг. Вот это вот все. Через некоторое время новая книга, новые 10 фактов, новые 3 задачи, новые вы и новый я. Читайте книги, слушайтесь маму. Пока.